Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Только что в Ростовской области закрылись все избирательные участки. Голосование на выборах президента России окончено. Наш корреспондент Иван Полехин работает на только что закрытом участке в здании ЮФУ. Иван, добрый вечер. Вам слово. Да, Артём, добрый вечер. Добрый вечер всем телезрителям нашего телеканала. Ну что ж, на часах 8 вечера, 20.00, это значит, что процесс, выборный процесс, так скажем, когда избиратели могли проголосовать за президента, за своего кандидата в президенты страны, закончился. По прошествии 12 часов, по прошествии этих 12 часов можно констатировать, что выборы состоялись и состоялись они очень хорошо, потому что в Ростовской области конкретно, потому что шли граждане очень охотно на избирательные участки, в том числе и вот на этот в Южном федеральном университете. На многих избирательных участках даже были очереди за бланками с именами кандидатов в президенты. Что касается цифр явки, то они тоже довольно впечатляющие. Вот по состоянию на 18.00 проголосовало по Ростовской области 57,3% от общего числа потенциальных избирателей. То есть это, ну, такие достаточно серьезные цифры. Если говорить о районах области, то самыми активными стали Боковский, Верхнедонской, Игорлыкский, Печенокопский, Советский, Усть-Донецкий и Чертковский районы области. В Ростове-на-Дону лидирует Пролетарский район. Там проголосовали более 60% избирателей. Что касается нарушений, ну, все прошло довольно спокойно. Крупных инцидентов никаких не было. Были инциденты, когда на участки переходили по два наблюдателя от одного кандидата. По закону это запрещено. И этих самых наблюдателей оперативно, так скажем, с участка удаляли. Вот. Остальное упоминание, наверное, не стоит. Все прошло довольно спокойно. Еще раз повторюсь, до конца выборов президента России осталось еще два часа. Продолжают свои голоса отдавать за своих кандидатов жители Калининградской области. Члены же избирательных комиссий по всей Ростовской области уже сейчас буквально или начали, или вот-вот начнут подсчет голосов в бюллетенях. Ну, подождем итогов подсчетов по всей стране и узнаем, кто стал новым президентом, главнокомандующим и национальным лидером. Артем, тебе слово. Иван, ну вот в этой рабочей суете вам удалось проголосовать, выполнить свой гражданский долг? Безусловно, мне удалось проголосовать. Я, конечно же, это сделал, но за кого, я, конечно же, не признаюсь. Иван, спасибо за информацию. Я напоминаю о закрытии избирательных участков в Ростове. Наш корреспондент Иван Полихин. На выборы попали также иностранцы. Участники форума «Россия. Страна возможностей». После работы на площадках форума в Москве они знакомятся с Ростовской областью. На Дон прилетела делегация из 14 человек. Молодые люди из разных стран, которые хотят узнать о нашей стране правду. В программе «Знакомство с регионом» посещение избирательных участков не значилось. Но участники форума «Россия. Страна возможностей» сами изъявили желание посмотреть на процесс голосования. Гостям рассказывают о нашей системе выборов и не только. В импровизированной обзорной лекции и история Дона, и культура, и то, чем сегодня живет Ростовская область. У нас было совершенно другое восприятие России до того, как мы попали сюда. На родине, в Гане, мы совершенно по-другому воспринимали вашу страну. Но теперь, когда я увидел, каково это, я поменял свое мнение к лучшему. Разнообразить визит иностранной молодежи постарались по максимуму. Таганрог, Новочеркасск, Ростов – с посещением самых интересных и знаковых мест. Задача – показать действительность и развеять слухи, которые распускаются о России. Сейчас в ходу антироссийские стереотипы. Для меня важно было убедиться на своем примере, что все на самом деле не так. Спасибо форуму за возможность увидеть Россию настоящей. Молодые люди из разных стран. И профессии у них разные. Вот, например, участник форума из Малайзии. И предприниматель, и музыкант, и инженер. Программу знакомства с Доном составляли так, чтобы охватить как можно больше сфер и учесть интересы гостей. Ростовская область – чудесное место. Понравилось, что я получил возможность поучаствовать в региональной программе. Самым запоминающимся событием стало посещение 28-й школы-интерната для детей-инвалидов. Региональная часть форума рассчитана на 4 дня. Впереди еще посещение двух университетов. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Дон-24, Таганрог, Ростов-на-Дону. В Сальском районе, по данным территориального избиркома, на 6 часов вечера проголосовали 65% избирателей. Весь день на участках праздничная атмосфера. Для избирателей выступали творческие коллективы. Пожилым людям помогали волонтеры. А за процессом голосования следили общественные наблюдатели. Люди идут все время. То есть, я, конечно, честно, по сравнению, наверное, с предыдущими немножечко, я немножко удивлена, потому что люди хотят голосовать. Они знают за кого. И доброжелательная такая обстановка. Избиратели Азова сегодня могли и проголосовать, и пообедать на природе. На избирательном участке в профучилище номер 45 организовали полевую кухню. Клуб «Десант», который располагается у нас в училище, приготовил такой праздничный, скажем, обед для всех желающих, для всех избирателей. Кто придет на избирательный участок, могут отведать солдатской каши. Желающих вспомнить или представить прелесть солдатского привала оказалось немало. Каша хорошо пахнет тушеночкой и вкус хороший. Полевая кухня работала весь день. Поесть солдатской каши и выпить горячего чая могли не только избиратели этого участка. Угощали всех желающих. В училище устроили день открытых дверей с показательными номерами детей и мастер-классами преподавателей. Главный спортивный объект области к чемпионату мира по футболу стадион Ростов-Арена введен в эксплуатацию. Строительство началось в августе 2013-го. И вот полная готовность к первому матчу. Все необходимые документы подписаны с 16 марта, ровно за месяц до первого тестового матча. Сегодня на избирательном участке этот знаковый момент прокомментировал Василий Голубев. Сейчас продолжается так называемая пусконаладочная работа. Это процесс, который будет идти практически до тестового матча. А затем уже между тестовым матчем и непосредственными играми чемпионата мира по требованию FIFA должны быть реализованы контрольные мероприятия подготовки всех объектов к чемпионату мира. Стадиона, пристадионной части, аэропортового комплекса, гостиничной инфраструктуры. Оставшиеся до Мундиаля три месяца все объекты будут доводиться в соответствии с дорожной картой. И стадион, судя по всему, уже готов встретить футболистов. Ростехнадзор завершил итоговую проверку, принял все системы. И, собственно говоря, эксплуатация начинает уже работать по подготовке к тестовым играм. Это значит, что сюда заходят наши коллеги из силовых структур, которые будут обеспечивать безопасность на тестовых играх и впоследствии при проведении матча чемпионата мира. Это значит, что практически стадион имеет 100% строительную готовность. Работа по получению заключения на соответствие стадиона проектной документации велась 20 декабря. Тогда масштабное строительство было завершено. Оставались лишь точечные процессы. Не сложно построить, сложно ввести объект в эксплуатацию. Поэтому, конечно, сложности всегда были. Это очень много документации. Вы знаете, даже некоторые не понимали, насколько много документации. Приходилось показывать два помещения на стадионе, поскольку ее даже перевезти в службу Ростехнадзора не было возможности. Две комнаты полностью заняты исполнительной документацией. Первый матч на новом стадионе футбольный Ростов сыграет 15 апреля в чемпионате страны с безнадежным аутсайдером Хабаровским скам. Анна Туполева, Мария Индрикова, Дон, 24, Ростов-на-Дону. Митинг-концерт «Мы вместе», посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдет в Ростове сегодня. Он начнется в половине девятого вечера на Фонтанной площади у театра имени Горького. Митинг и концертная программа рассчитаны на полтора часа. В 21 час на нашем телеканале в прямом эфире начнется марафон по выборам президента России. Наши коллеги подведут итоги дня и обсудят ход голосования с экспертами. На сегодня это вся информация. В студии был Артем Тарасов. До встречи.